Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте. Кто только что присоединился, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Кэтрин Докс. Пишите свои комментарии под видео. Пусть они будут короткие, но добрые, потому что редактор не пропускает злые. Я во зле не люблю наслаждаться, огрызаться и отвечать злом на зло. Нет. Кто хочет пощекотать нервы, переходит на другой канал. Кто спешит, переходит на другой канал. Ну а кто хочет улучшить качество жизни, кто хочет быть здоровым, вообще абсолютно не обращаться к врачам, Кто хочет быть здоровым не только физически, но и духовно, тот, конечно же, остаётся. Короче говоря, со мной только мудрые, со мной только красивые, со мной только воспитанные и, конечно же, знатные дочери и сыновья царя-царей. Только божьи дочери. Итак, смотрите, что я готовлю. Я готовлю совершенно необыкновенно, не так, как все. Это я делаю всегда. Не то, что там я, ой, вот сейчас придумала. Нет. Я всегда так делаю. Значит, смотрите. У меня есть замечательная такая кастрюлька. Я туда немножечко оливкового масла налила. Потом положила слой топинамбра. Вон там он у меня, видите. Слой топинамбра. Буквально три клубня топинамбра. Дальше я положила слой. Перед этим я топинамбр подержала в солёной водичке. Дальше я положила слой морковки. Много морковки, много, щедро. Дальше я положила слой. Сейчас я вам покажу. Не хочу пальцами. Не хочу. Как помните у моего любимого Александра Розенбауна. Посмотрите, как красиво получается. Не хочу стареть, не хочу. Дело запахло внуками. Приходи ко мне на чуть-чуть. И как там, что там дальше, помните? Как тогда переулками. Не хочу стареть, не хочу. Но дней всё короче. Радуга. Приходи ко мне на чуть-чуть. И оставайся надолго. Вот так вот, дорогие мои. Оставайтесь со мной надолго. Вот разложили. Я положила также перчик слой. Вот. Прям просто вот так нарезала. Болгарский перец. Люблю красный. Люблю красный. Зелёный для цвета тоже кладу. И на тёрочку лук. Потому что, если попадёт хоть одна луковица моему сыну, он всё, он кушать не будет. Хотя ему всё равно, даже уже 19-й год. И до сих пор я перемалываю ему, делаю такие пюре вместо голубцов. Он не любит. А я и мой супруг мы любим. Супруг так нейтрально, а я, конечно, наслаждаюсь. Но они просто не знают, насколько это полезно, то, что мы туда кладём. Теперь, когда мы слой вот этого всего, слой за слоем выложили, можно посолить. Вы не забудьте, что на дне у меня маслечко. Всё, посолили, поперчили. Но перчить я буду вот такой вот красной паприкой. Перчить я буду паприкой. Раз, раз, раз. Всё, надо заполнить. Так, и ещё, и ещё чуть-чуть. Всё, вот у меня присолила. Вот я поперчила. Ну, а теперь, дорогие мои, куркума, антисептик. Мне нужна куркума. Это цвет и антисептик. Я люблю много куркумы. Дальше пожитник или фенегурек, как его называют. Он придаёт такой грибной, необыкновенный вкус. Вот он, пожитник, фенегурек. Посмотрите, красавец. Кстати, он очень хорошо прорастает. Я люблю его проращивать, как чечевицу, как овёс. Я люблю пророщенные семена. Я люблю его проращивать, как пшеницу. В общем, используйте его вовсю. Это невероятно полезная вещь. Пожитник растёт отлично. Даже на даче можете сажать. Даже на подоконнике. Где хотите. Ну и, конечно же, лавровый лист. Обязательно лаврушечку. Вот уже такая подушка у меня вырисовывается. И на эту подушку я выкладываю голубчики, которые я обычно заранее готовлю. Есть. Ещё можно чуть-чуть присолить. Потом много я не солю, потому что я, девчоночки, активно пользуюсь соевым соусом. И мальчишечки тоже. Так. И дальше осталось только положить томатную пасту, что я и сделала. Посмотрите. Вот так у нас хорошая такая херсонская томатная паста. Там девочки спрашивали, откуда я. У меня семья живёт в Херсон. Так. И заливаем водичкой. У меня уже вода горячая, приготовленная. Видите, пар идёт для того, чтобы долго не мучиться. Так. Замечательно. Я вот так наливаю, потому что я люблю бульон вот этот. И у меня получается такой, знаете, как супчик. Я всегда заранее готовлю голубцы или фаршированный перец. И кладу на заморозку. Потому что я всегда спешу, девчонки. На неделю у меня уже прописан рацион. На неделю я закупаю продукты. Поэтому мне остаётся только вот так вот всё позакидывать. Закрыть крышечкой. Замечательно. И включить газ. Пока газ будет нагревать мою кастрюльку, я с огромным удовольствием, с огромным удовольствием, расскажу вам, что мне написала одна наша подписчица рецепты. Ой, ну что такое? Опс, всё. Пошло дело. Газ горит. Дом стоит. Свет горит. Из окна видно даль. Так откуда же взялась печаль? Это не я сказала, это Виктор Цой сказал. Так, тут что у меня? Какая-то ерунда. Так, так, так. Непорядочек, девчоночки. Непорядок. Это у меня убегало. Убегала я. До этого кипятила кое-что. Убежала. Так, непорядок. Такое мне не нравится совсем. Собачки я делала. Собачки готовила. У меня убежала. Еда. Вот, а теперь хорошо. Теперь красиво. Всё, чтобы было красиво и идеально. Вот так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Проверим тут. Всё. Вот, отлично. Прекрасно. Ну, и теперь, девчонки, знаете что? О чём бы я и мальчишке тоже, конечно же, хотела сказать. А вот, если вы ко мне зайдёте на канал, именно на тот... Я внизу сделаю ссылочку. Как приготовить дикую черноморскую капусту. Вот на именно этот... Вот. Вот на это видео. Вот. Как приготовить дикую черноморскую капусту. Это мой канал Кэтрин Докс. Как приготовить дикую черноморскую капусту. Это такая капусточка. Ну, сейчас я вам на секунду включу. Вот капуста, которая растёт на берегу моря. Вот она. Давайте посмотрим на неё. Вот это моя капусточка, которую я насобирала. Я показывала, как она растёт на берегу моря. Я демонстрировала её. Даже места, где я собираю её. Кто хочет идти на сборы трав, кто хочет собирать со мной вместе, поднимайте руки и поднимайте себя. Ходите и собирайте вместе со мной. Именно в то время, когда я говорю, вот осень, это как раз благоприятнейшая пора для сбора этой капусточки. Посмотрите, сколько сока. Огромное количество сока. Причём это не простой сок. Это сок, который мощно действует на заживление всех язв, всех ран. А маски из этого сока просто для лица потрясающие. Это проверено. Это использовалось в течение двух недель. И результат просто умопомрачительный. Буду активно использовать сок именно этой черноморской листовой капусты в своих масках, кремах, лосьонах и во всей моей, скажем так, косметевтике. Я занимаюсь косметевтикой. И посмотрите внизу. Читаю ваши сообщения. Написала мне ноу-нейм. То есть без имени. Да, я так поняла. Я могу всё вам рассказать про эту капусту. Пишет моя драгоценная ноу-нейм. Мы выросли на ней. Это просто замечательно. Это такое свидетельство. Я как только прочитала, что она мне написала 16 часов назад, я сразу же ей ответила. Расскажите, пожалуйста, свой рецепт. Очень интересно. И вот она мне пишет. Кэтрин Докс. Вот она мне отвечает. Если капуста собрана до заморозков, то её надо класть в морозилку хотя бы на ночь. Вы видите, какой секрет. Вот кто бы мне это сказал. То есть, получается, я её могу собирать. Вот у нас сегодня ночью были заморозки, друзья мои. Первый день. Первый день были заморозки. 14 ноября. Итак, и вот она пишет, что в морозилку на ночь, если до заморозков, берём говядину на кости и отвариваем до полуготовности. Нарезаем листья и кладём в бульон. Сразу добавляем заранее отмоченную красную фасоль. Одну жменьку. И жменьку белой, не жёлтой. Добавляем кукурузной муки, когда фасоль будет готова, то и суп готов. То есть жменьку кукурузной муки, я так понимаю, да? В конце на сливочном масле обжариваем чеснок с аджикой. Вот интересно. Но я, наверное, обжаривать не буду, я потушу чеснок с аджикой. И добавляем в суп. Замечательно. Зелень и лук не кладём. Называем мы этот суп татарлома. Очевидно, наши предки из Турции привезли рецепт. Рецепт дан где-то на 3-4 литра кастрюли. Это здоровая, вкусная пища. Также мы голубцы делаем с этих листьев. Я ещё нарезала мелко и тушила с маслом. В конце чеснок зелень не добавляли. Но это на ваше усмотрение. Других рецептов с этой капустой мы не знаем. Ну вот, мы обменялись рецептами. Я рассказала за свой рецепт. Получился очень вкусный салатик. Вы за свой. Кстати, её ещё и квашеные листья сделала. Открою вам секрет. Квасила точно так же, как нашу капусту. И получилось изумительно. Но только напишите, пожалуйста, своё имя. Такое красивое фото. Такое красивое фото. Фотография изумительная. Ноунейм. Посмотрите. Такая красивая, красивая. А как зовут? Как зовут? Девчоночки, пишите имена свои. Давайте здороваться. Давайте общаться. Потому что я не люблю, когда пишут какой-нибудь дракон или ещё что-то. Я не отвечаю. Я понимаю, что это какие-то непонятные. Для меня это непонятно. Я люблю обращаться к человеку. Я люблю молиться за вас. Поэтому, когда подписываются ко мне люди, я же за этих людей молюсь, а там имена вместо имени. Ну вот, например, Нунейм. Вон внизу Агнесочка. Видите? Имя. Всё. Агнеса, значит Агнеса. Значит Господи. И я прошу здоровья. А так я говорю, вот Господи, усмотри для этого человека всё, что необходимо. И благослови его. Спасибо за добро, которое этот человек нам прислал. Эта девушка прислала нам рецепт новый, абсолютно для меня неизученный. Вы знаете, про эту капусту я изучала, посмотрела. Вы называете её лохан. Лохан в переводе означает капуста. С крымско-татарского, с турецкого. И ещё, ещё лохан, ещё где-то я слышала. Это капуста. Поэтому потом она, это слово забылось. Но если вы наберёте в гугл, прогуглите лохан, то переводится капуста. Поэтому так она и называется, морская дикая капуста. Она бесподобна. Так, ну и, конечно же, я отправляю вам свою любовь. Пусть Господь Бог благословит вас обильно во всём. И ваших близких здоровья вам. Спасибо. Огромное за то, что тратите своё время и пишите нам такое благословение. Новый рецепт. Но меня удивило вот что, девчоночки. Вот моё смешное видео, скажем так, хитрости на кухне или лайфхаки. И я с огромным удовольствием делюсь с вами своими хитростями. Это вот буквально видео вышло на днях. Ну как на днях, вот вчера. И что вы думаете, я попросила? Вот вы говорите, почему вы не отвечаете? Я вас тоже попросила об одном одолжении. Написать мне свои секреты, свои лайфхаки. И чтобы у нас получилась интересная страничка. И вы что думаете, я не смотрю или не читаю? Я вам говорю, я читаю абсолютно всё, что мой редактор пропускает. Давайте посмотрим. У меня есть редактор. Если какие-то оскорбления или неадекватные какие-то рассуждения, он просто их на корню убирает. Я их просто даже не вижу. Я вижу только то, что вот под видео. А что там в обсуждениях, я даже туда не заглядываю, потому что, чтобы не нервничать, не впускать в себя зло. Так, смотрим. Я питаюсь только добром. И я стала искать, и кто же мне написал хитрости, лайфхаки свои. И знаете, что я дошла только до... Все говорят, спасибо, интересно, прекрасно. Но я попросила об одном. Вы меня просите, и я делаю. И вот посмотрите. Здесь девчонки пишут. Диана написала, Гарнет, что классная идея с перчиком. Надо обязательно сделать. Спасибо. Я тоже проращиваю лук порей. А еще для декорации проращиваю сладкую картошку. Потата, sweet. Потата, как вьюнок растет. Да-да-да-да-да. Батат мы называем. Батат, Дианочка. И у меня тоже, как вьюнок, рос. Для декорации, кстати, полезная штука. Для декорации, но на даче. А потом я один раз забыла выкопать, потому что на зиму надо выкапывать. И так я, в общем, потеряла свой батат. Да-да-да. Кстати, вот это отличный лайфхак. Вместо вьюнка, вот это вот потата, sweet. Потата, сладкую картофель. Как вьюнок растет, очень украшает кухню. Это правда. Умничка. Вот ставлю такой вот пальчик вверх. Дальше пошли. Благодарю всех и Людмилочку, Еленушку, Маку, Людмилу Устюжанину за столько сердец. Получаю все от вас. Лидию за ваше дякую. Будь ласка завжды, завжды, будь ласка завжды. Я також, також дуже вдячна вам. Дальше пошли. Дальше. Это Лидия. Дальше у нас фанатка Кэпоп. Дала мне цветочки. И я их с удовольствием приняла. Олечка Драгина. Вот пишет. Я тоже по вашему совету проращиваю дайкон. Да, есть у меня видео, девочки. В кулинарию зайдите. Зайдите в плейлист кулинария. Там я проращиваю дайкон. Я там же проращиваю свеклу. Там же я проращиваю морковь. И все про это я рассказываю. У вас уже сейчас на подоконнике все это должно быть. И порей, и чечевица, соя, дайкон. У вас целый огород должен быть. По идее сейчас. Зеленый. Который вы постоянно срезаете. И зелень у вас свежая. Всегда есть и в кашке, и в супчике, и в борще. И во всех. Даже в омлетах. Бывают же омлеты сладенькие, бывают солененькие. В общем разное. Олечка, спасибо за напоминалку. Дальше пошли. И вот дошли до Людмилы Кузнецовой. И вот Людочка, Людмилочка, она пишет. Катюша, спасибо за видео. Нашатырным спиртом хорошо чистить решетки газовых плит. В целлофановый пакет налить. Две столовые ложки на шатыря. Поместить туда решетку. Завязать. И оставить на два часа. Затем протереть сухой тряпочкой. Только ненужной. Вся гарь и жир остаются на тряпочке. Всем Божьего благословения. С любовью, Людмила Кузнецова. Все. Больше, девчонки, я особо не увидела ваших лайфхаков. И еще раз прошу вернуться к этому видео за... Сейчас я вам покажу. За... 13 ноября 2018 года. Хитрости на кухне или лайфхаки. И поделиться. Поделиться не только со мной, а со всеми. Со всем миром. Благословить весь мир. И благословить нашу интернет-семью. Интернет-семья это все, кто только и не только подписался. Кто назвался именем. Кто делится. Кто ставит лайки. Кто несет любовь и добро в этот мир. Вот это вся наша семья. Потому что мы все Божьи создания, Божьи творения. Слава Богу. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Огромное, огромное вам спасибо. За ваши все спасибо. За ваши все благословения. Я их с огромной любовью принимаю. Всегда ставлю вам и отправляю свою любовь. Даже когда Ильяс или не Ильяс написал на колонке не подходит. Ильясик, дорогой мой, а мне подходит. Вот мои колоночки в порядке и замечательно. Так что мне подходит. Вот. Я вас всех люблю. Пока-пока.